Ну а сегодня отверстие денек, мы сейчас уже все собрались и едем сдавать нам снастика ПЦР-тесты. Едем в клинику Екатерининскую на улицу, не помню как, здесь прикреплю, забыл я, мне тут подписчик посоветовал, говорит, съездите туда, поближе к вашему дому. Единственное, что там не за 3 часа будут результаты, а за 6-8. Ну и ладно, бог с ним, подождем. Пацаны позавтракали, мы не завтракали, нельзя что-то пить, чистить зубы, там чем-то полоскать и так далее и тому подобное. Поэтому едем на голодный как бы желудок, побыстрее постараемся все сделать. И самое что интересное, мы едем в две машины, сейчас все покажем. Моя задача вызвать такси, вызвать даже две машины, в одну мы не поместимся, минивэна в Краснодаре нет, задница полная, поэтому поедем в две машины. Думали сначала прогуляться пешком, но сегодня на улице прям очень прохладно, поэтому нет. Так, нужно вызывать, нужно вызывать, куда едем. Так, вот значит, клиника Екатерининская, героя, героя Дерцова 2. Дробь 2. Наверное, так далее. Первую машину заказал, к нам едет белая Лада Гранда, 4 минуты. Так, и сейчас нужно еще заказать вторую машину, о, прикол. Так, заказываем вторую машину, 306 рублей пишет, за ту типа 321, но оно интересно списывает, видите, как неопределенная сумма. Так, заказываем вторую. Ой, прикол, о, прикол, конечно. Нет, если ты вот такой многодетный, я вообще не представляю, как люди без машины живут. Так, поиск машины. Вот так вот на схеме, друзья, у нас выглядит, едут две машины, это, конечно, что-то встало. И прикольно, что вторую машину нам дали класса комфорт по той же цене. Не знаю, что такое комфорт. Вообще, Hyundai Solaris. Это комфорт? Короче, все. Настеньку мы отправили. Еще и подъехали обе такси, не в тот дом. Вообще не понимаю, как это работает. Ужас, просто ужас. И мы вон с Родиончиком бежим на второе такси. И Настеньку, кстати, отправили на этом на экономе. Ой, на экономе. Наоборот, они подъехали одновременно. Мы Настеньку отправили на комфорте, а сами едем на экономе. Ну что, мы доехали. У Настенька с Артемом приехали побыстрее. Я вот так строго, но не упыли. Родион, как тебе на такси? Нормально? Понравилось? Да. Так, а вот у Настенька с Артемом. Ну что, как вы? Папа, смотри, папа, идем, червяк. Это кто? Какой червяк? Ну, маленькая очередь так-то. Так, я пока с пацанами. Настенька уже пошла. Здесь очень важно сказать, что это обязательно за границей, чтобы был, типа, перевод. Вот, посмотрим, как они выглядят. За мной было еще два человека, ну, за нами получается. Но учитывая, что я пока с Мироном пошла только Настенька. Вон она стоит, оформляется. Ну что, ты сдала? Да-да-да, иди быстрее сдавай. А, все, давай. А паспорт мой? Паспорта. Я забрала, все. А, все забрала. Молодец, назад. Горно, что мне покажите? Спасибо. Фу. Редкостное Говнецо, да? Так, ну все, теперь наша задача 6-8 часов ждать результаты. А ты не спросила, я могу за тебя получить? Я не спросила. У нас сегодня в Краснодаре еще очень сильно холодно, и вот мы издали, сейчас я буду вызывать такси, а своих завел в магазин погреться, потому что мы выскочили на улицу, даже не ожидали, что будет холодно, я не знаю сколько градусов, 5, 6, 7, ну короче холодно, вот, с такси сюда нам обошлось почти 800 рублей, и сейчас получается обратно заказывать тоже почти 800. На экономе ездить вообще невозможно, такие развалюхи, грязные, ужасные, вот мы ехали сюда просто, ну я не знаю как вообще водители задержат такие машины, и вообще почему у них такие машины, поэтому я заказал сейчас обратно два комфорта, нам сюда мы ехали, нам дали один комфорт по цене эконома, но и хорошо, что Настяка на нем уехала, а обратно решил, что нет, ну нахрен этот эконом вообще, это дерьмо собачье, и поедем именно на комфорт, так, все, мы с Тим ждем, ну вот, по крайней мере, вот Volkswagen, новый по крайней мере подъехал. Так, мы очень сильно с Настенькой голодные, дети-то завтракали, мы нет, вот, быстрее, быстрее набираем, пойдем кушать домой, салатики, хлебушек, вышли мы с Настенькой из такси, и хочу сказать, что я искренне всем желаю купить Мерседес, а обратно такси вышло 262 рубля и 269 рублей, не знаю, почему дешевле, может, как-то там автоматически через пробки пространить. Мы вот, короче, уже дома, и до меня дошло сейчас, что мы по поводу такси лоханули, знаете, почему? Потому что мы могли просто взять каршеринг, в Краснодаре я уже показывал, что каршеринги берутся только по суточной аренде, стоит это то ли 1200, то ли 400, плюс дополнительно 9 рублей платишь за километр. Так вот, если мы бы взяли каршеринг, мы бы сегодня ездили бы все вместе, не разделяя на две машины, туда, вернулись бы обратно, дальше вечером мне сейчас надо забирать результаты, эти тесты, чтобы у нас с собой был, на всякий случай, оригинал. Мне сейчас снова придется ехать на такси, тратится опять, у нас только туда-обратно, сейчас для машины ушло 1200 рублей, еще уйдет, то есть это уже мы к 2000 приближаемся только за сегодня, и завтра нам нужно ехать в аэропорт, и это еще, скорее всего, каждое такси будет стоить по 1000 рублей. А если мы бы взяли просто каршеринг, сегодня бы покатались, завтра бы поехали в аэропорт, на этом же каршеринге с утра, там его припарковали, и вот у нас аренда суточная бы закончилась, и все бы, точно бы уложились в 2000 рублей по максимуму. Это как вам лайфхак, если вы тоже без машины, то просчитывайте, что вам выгоднее. Я не подумал на эту тему, и только сейчас до моей башки дошло. Так, ну, коль мы сдали тесты, значит, у нас на сегодня самый основной момент, как нам завтра уже улетать, друзья, это собрать все вещи, упаковать чемоданы, чтобы они уже аккуратненько стояли, и все, и ждали завтрашнего утра для выезда. Еще я готовлю, значит, сейчас всю свою технику, естественно, я все заряжаю, я вообще слышал, что в Турции на привозном дроне нельзя снимать, но, как говорится, все равно возьму на всякий случай. Если заберут в аэропорту у нас охраны, значит, заберут. Вот, далее беру различные наушники, беру свою печать, почта там есть в Турции, беру мышку на всякий случай, естественно, кольцевую лампу беру, беру петличный микрофон, в общем, много чего беру, сейчас все соберу и вам покажу. Вот такой вот, друзья, у меня набор блогера, кто спрашивает, на что снимаю, как и что. Вот, собственно, вот эта вся моя аппаратура, еще, собственно, iPhone 11 Pro, на который я сейчас, собственно, это все и записываю. Есть по отдельности штатив, клавиатура, мне на такой большой клавиатуре удобнее работать, монтировать, соответственно, MacBook. Три жестких диска у меня с материалами, мышка Apple, переходник для телефона, запасная батарейка для камеры Sony, карт-ридер, штатив тоже небольшой, такая рукоятка камеры, значит, пауэрбанк, это кнопка делать фотки, либо снимать видео, когда телефон далеко установлен, еще один переходник на телефон, держатель, значит, дрон-квадрокоптер DJI Mavic Mini, тренога, трипод, наушники AirPods, это обычные к телефону, раз-зарядка, два-зарядка, чтобы заряжать микро-USB, это DJI-овская, петличный микрофон с переходником для айфона и кольцевая лампа. Ну вот, вроде все, все готово, ничего не забыл. Друзья мои, так как мы едем не в отель, у нас нет никакой путевки, соответственно, нам нужны мани-мани. Мы когда приедем в аэропорт, нам нужно будет заказывать такси, я почитал, что обменивать вообще не вариант в аэропорту, потому что там вообще невыгодный курс, надо это делать в каких-то больших маркетах. И я решил, что нужно обязательно снять хотя бы 100 долларов нам на такси, чтобы доехать до дома, а там уже дальше будем разбираться. Я уже неоднократно показывал, что у нас возле дома есть три больших торговых центра, где есть все самые важные банкоматы Альфа, Тинькофф, Сбир. Вот, собственно, иду сейчас в мой любимый Тинькофф, там как раз и сниму 100 долларов. Будет снято по курсу 71.05, ну и нормально. Офигеть! 100 баксов, прикиньте. Вот так вот они выглядят. Пацаны, вот вы никогда не видели, вот это 100 долларов. 100 долларов? Да. Это настоящие? Ну, конечно, это я сходил. Ну, нет, конечно, это нам всем вместе в Turkish Airlines. Почему? Маликой дядька там. Кто это, знаешь? Вот это вот, это как 7000. Это 7000. Это 7000? Ну, это русский. Это вот если их поменять. Слушайте, хожу, разговариваю по телефону, собираем вещи, приходит сообщение, что... Сейчас вам покажу, покажу. Вот, видите, все анализы готовы. Аж результат, анализ, история обращения, записи на прием в мобильном приложении. Фух, короче, знаете что, аж это... Сердце в пятки улетает. Открываем, смотрим. Настена, что у тебя? Не готовы пока, мои. Не готовы? Я раньше тебя сдавала, но я не готова. Полностью, у меня, смотри, полностью готова. 10-го, 11-го. Есть в смысле, что? Ответатель? Мне все равно, какой будет у тебя. Я в Турции. Лечу. Вот, смотрите, не обнаружено, не обнаружено. Вот так вот. Ну все. Блин, слушай, у меня вообще сердце в пятки в лицо. Слушай, у меня... Слушай, у меня пятка. Да? А у меня все прогрузилось. Ладно, дайте поцелуй, что-то в дыху, что-то то, что было. Слушай, нет, ты зачем меня распугаешь? Я уже дурным встала, и я... Ладно, сейчас у Настеньки посмотрим. Открывай приложение. Так, а нету. Так, Настеньке, пришло. Шикс. Не обнаружено, результат не обнаружено. Реф-значение не обнаружено. Ну все, я тебя поздравляю, Настеньки. Все, да. Мы завтра летим. Ес, 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 ес. Мы очень переживаем. Вообще, вообще, слушайте, я даже сегодня... Я даже сегодня специально... Мы уже оттуда ушли, я вернулся. Говорю, слушайте, а есть ли такой вариант, что хлопцы положительные? Ну, типа, ложные, что делать-то? Вот. Ну, типа, можно пересдавать, там, как бы, так как это частная клиника. Короче, есть варианты, ну, добить, вдруг, если ложный. Слава богу, все, у нас все хорошо. Это очень серьезный был вопрос, за который мы переживали. Все, теперь точно мы пойдем... Видите, мы вот так вот все бросили, просто вот в таком вот хаусе. И просто сидим и ждем готовность этих тестов. Все, они готовы. Я на полном старте. Погнал, короче, снова в клинику забирать оригиналы, потому что, в принципе, можно распечатать, но лучше при себе иметь оригинал. Мало ли что. Вызываю снова такси. Просто жесть. И гоню в клинику. Все, я, короче, получил тесты на руки. Хорошо, что проверил, потому что они сделали ошибку в этом. В моем тесте и в иностранном результате написали паспорт русский. Вот стоял, ждал, пока они переделают. Потом в этот, в основной корпус пошел ставить печати. Вот, все, сейчас в это же такси прыгнул и еду домой собираться. Ребята, я уже дома. Готовим ужин. Я буду с вами прощаться. Потому что очень сильно устал. Нам еще нужно собирать чемоданы, потому что они до сих пор не собраны. Фу, нужно еще и выспаться, потому что завтра невероятно сложный день. Добираться до аэропорта, в самолет садиться, таможни проходить, перелеты и так далее и тому подобное. Я очень надеюсь, что каждый выпуск вы будете поддерживать лайком, комментариями. Не забывайте, пожалуйста, писать комментарии. Это все очень сильно помогает нам и мотивирует снимать для вас больше контента. Я с вами прощаюсь. И все-таки завтра мы совершаем вместе с вами новое наше долгожданное путешествие в Турцию своим ходом с детьми на самолете без машины. Фу, классно. Все, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok